Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Хотя близость к аэропорту еще не является поводом для придания поселению статуса территории, опережающего социально-экономического развития. СССР должна служить неким локомотивом для развития группы районов, чтобы концентрировать вокруг себя экономически активные предприятия, экономически активные районы, вытягивать их общий уровень. Поэтому Вятские поляны. Поэтому сейчас рассматривается заявка на Белую Холуницу. Это направление на Пермь. Там есть основа Белохолуницкой, марш-стройзавод, потом Луза. Тот куст районов Лузский, Подосиновский, Опаринский. Это дерево, переработка, лесозаготовка. Чурин добавил, что новые тассеры регион сможет создавать после того, как будут достигнуты заявленные результаты по уже имеющимся. В Кировской области, напомню, такой статус получили только пока Вятские поляны. Программа Экономика. В регионе приняли концепцию развития лесного машиностроения. Ее утвердило областное правительство. Документ рассчитан до 30-го года. Основная цель – увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности и качества продукции лесного машиностроения предприятий Кировской области. Они испытывают острую потребность в продукции лесного машиностроения, отмечают в правительстве. Нужны станки, машины, специальное оборудование, механизмы и приспособления. Оборудование производят почти 70 предприятий, однако они являются малыми, что, в свою очередь, недостаточно для развития целой отрасли, говорят в Минпроме. Концепция подразумевает развитие кооперации в этой сфере, модернизацию производства, финансовую поддержку предприятий, расширение государственно-частного партнерства и другие меры. Ипотека в Кировской области подешевела. В прошлом году банки выдали почти 14 тысяч ипотечных кредитов. Гражданам их сумма превысила 18 миллиардов рублей. Рост почти в полтора раза. Как отмечают эксперты, этому способствовало снижение процентных ставок. Они в среднем составили 10,5%, снизившись по сравнению с уровнем 2016 года на 1,8% пункта. За год ипотечный портфель жителей Кировской области увеличился до 43 миллиардов рублей. В завершении о валютах. Доллар на сегодня 56 рублей 76 копеек, евро 69,63. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Новости экономики в Кировской области.